Добрый день! Давайте мы на сегодня поговорим о той форме государственности, которую приобрели наши народы в рамках современной Российской Федерации. Это КБР или КБРН-Балкарская Республика. Если мы говорим об этом событии, мы должны, конечно, вернуться на столетие назад. А для того, чтобы понять то, что произошло столетие назад, мы должны вернуться ещё на столетие перед этим. Говоря о Кабарде и Балкаре, мы должны сказать следующее. Кабарда представляла из себя конфедерацию шести княжеских фамилий. Владение шести княжеских фамилий. Это Большой Кабарде, это Месостовы, Кайтукины, Бекмужзины, это Жукины. И две княжеские фамилии в Малой Кабарде. Это Геляхстановы и Толстановы. Балкария представляла из себя пять горских обществ. Это Малкар, Чигем, Хулан, Безингии, Урыспи. После завоевания Кабарды в 1822 году при Ермолове появляется Кабардинская линия, которая уже отсекала Кабарду и от входа в горные ущелья, и от равнинной части. В 1859 году линия ликвидируется и создаются уже административные округи. Сначала был Кабардинский округ, потом под именем Нальчикского округа он вошел в Терскую область. И в таком виде эта административная единица доходит до 1917 года. После революции, естественно, изменяется все. Новая политика нового государства приводит к тому, что появляются национальные, автономные, союзные образования в виде республик, областей, краев и так далее. Таким образом решается вопрос о возможности национального самоопределения в виде определенной формы государственности в рамках единого государства ССССР. Если мы говорим опять-таки о нашей республике, то надо сказать следующее, что 20 января 1921 года по становлению в ЦИК была создана Горская автономная советская социалистическая республика. В ее состав входило 6 округов – кабардинский, карачаевский, балкарский, осетинский, чеченский и ингушский. Но это образование получилось не очень удобным с точки зрения администрирования. И в 1921 году в июле съезд Советов Кабарды поставил вопрос о выходе из Горской автономной советской социалистической республики. 1 сентября 1921 года кабардинский округ в составе Горской республики был преобразован в Кабардинскую автономную область. Так как географически балкарцы живут на территориях, находящихся в горной части, которая прилегает к территории новой образованной Кабардинской автономной области, 6 января 1921 года из Горской автономной советской социалистической республики выходят и жители Балкарского округа. И 16 января этого же года, то есть 16 января 1922 года, постановление в ЦИК РСФСР об образовании Кабардинской автономной области. В это время принимается новая конституция страны, и в соответствии с этой конституцией происходят некоторые изменения в названиях этих областей, краев, республик. В частности, то, что касается нашей республики, 5 декабря 1936 года образуется Кабардинская автономная советская социалистическая республика. 24 июня 1937 года принимается конституция Кабардинской автономной области Кабардинской автономной области и страна подходит к страшному рубежу Великой Отечественной войны. Естественно, боевые действия доходят до территории нашей республики, враг был остановлен только у Ильхотовских ворот, и после освобождения, к сожалению, произошла депортация балкарского народа 8 марта 1944 года. В связи с этим 8 апреля 1944 года происходит изменение в названии республики. Ее переименуют в Кабардинскую автономную советскую социалистическую республику. 28 марта 1957 года происходит возвращение балкарского народа, его реабилитация, и, естественно, в республике возвращается название Кабардинская автономная советская социалистическая республика. И таким образом наша республика в составе РСФСР в Союзе Советско-Социалистических Республик доходит до 1991 года, когда Советский Союз перестает существовать. 30 января 1991 года принимается декларация о государственной суверенитете Кабардинской автономной советской социалистической республики. Но так как изменился и строй, и политическая система, исходя из этого, также изменилось и название этой административной единицы. И 16 мая 1992 года Кабар СССР преобразовывается в КБР, Кабаринобалкарскую республику. Безусловно, мы должны сказать несколько слов и о атрибутах государственности Кабаринобалкарской республики. Это, безусловно, флаг, это герб и это гимн. Они были приняты 21 июля 1994 года. Авторами герба являются Кубакизов и Герман Паштов. Герб входит в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 47. Гимн был написан Хасаном Кардановым. Там были разные темы, которые также были использованы в этом гимне. И таким образом на сегодняшний день у Кабаринобалкарской республики есть все те атрибуты государственности. Это парламент, это правительство, это глава, как руководитель правительства. И, естественно, герб, гимн и флаг. Надо сказать несколько слов и о флаге Кабаринобалкарской автономной Советско-Социалистической республики. Этот флаг изменялся шесть раз. Например, он был изменен в 1938 году, потом в 1944 году, в 1554 году, в 1557 и в 1978 году. Каждый раз эти изменения были связаны как с теми событиями, о которых мы говорили, также, например, в 1938 году с флага республики исчезла написанная аббревиатура республики, написанная латинскими буквами, и осталось только то, что было написано кириллицей. Говоря о гербах, мы не можем не вспомнить, например, герб Кабарды, который известен по русским источникам, начиная с XVII века. Он представляет из себя лазоревый щит, две перекрещенные стрелы, четыре шестиконечные, иногда их изображают как пятиконечные звезды, и посередине красный щит с полумесяца. И этот герб входил в большой герб Российской империи до 1917 года. Таким образом, геральдическая линия, атрибутики нашей республики, по крайней мере, герб, мы можем прослеживать с этого времени. Сегодня Кавлиноблоканская республика является полноправным субъектом Российской Федерации, которая проявляет себя в различных областях жизни. Это, конечно, деятели культуры, это наши поэты, это и Алиас Хадачиша Кенсуков, и Кайсин Шуваевич Кулиев, это наши композиторы, и Асан Карданов, это наши ученые, это открытый нашим земляком, физиком Кумаховым эффект Кумахова, линза Кумахова, которая связана с фокусированием рентгеновского излучения, что очень важно в современной науке, в медицине, в космической области, также в космической технике, знаменитое имя Инеева. Естественно, мы не можем не вспомнить наших великих спортсменов, олимпийцев, которые много раз защищали честь нашей страны на таких представительных международных играх. И сегодня достаточно большое значение играет развитие культуры, как общероссийской, как, например, мы можем, конечно, на международном уровне вспомнить Юрия Хатуюча-Тимирканова, так и национальной культуры, ее развитие, сохранение лучших образцов народного творчества, ремесла, что позволяет нашим народам, сохраняя свою идентичность, смотреть уверенно в будущее. И культура, и наука дают тот потенциал, который позволит нашим народам и в будущем сохранить то важное, что передали нам наши предки. Но при этом вот эта форма государственности позволяет также быть полноправным субъектом большой, великой страны Российской Федерации.